МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Спасибо! Сегодня Евангелие от Матфея, 15 глава, 21 стих. И выйдя оттуда, Иисус столкнулся в страны Тирске и Сидонске. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его приступили, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила, «Господи, помилуй меня». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Знаете, история 15 главы делится на две истории. Сначала фарисеи спросили, почему твои ученики не соблюдают предание старцев. И потом рассказывается о женщинах хананьянки. Да, ее дочь очень жестоко объясновалась. И чтобы получить милость, она пришла к Иисусу. Да, и она хананьянка, она язычница, поэтому Иисус сказал, что «Я пришел спасти заблудших овец Израиля». Когда она не ходила, Иисус сказал, «Нехорошо взять хлеба у детей и бросить псам». Да, в то время иудеи относились к язычникам как к псам, поэтому Иисус мог так сказать. Ну что она говорит, «Да, Господи». Но и псы едят ведь крохи, падающие со стола в Господне. Хотя я такой человек, подобный псам, но, пожалуйста, и мне помилуй. В 15 главе сочетаются эти две истории и очень прекрасно нам выражают одну вещь. В Евангелии 15 главе есть молитва фарисея и мытаря. Да, и фарисей молился в стороне и говорил, «Господи, спасибо, что я не подобен этому мытарю». Я два раза в неделю постюсь, и десятую часть от моего прибыли даю тебе. А мытарь даже не мог поднять свою голову к небу и говорит, «Господи, сжайся, ибо я грешник». Тогда что говорит Иисус, что мытарь получил, что он правильнее, чем фарисей? Другими словами, когда фарисей становился перед Богом, у него была его правильность. Я не такой, как мытарь. Я два раза в неделю постюсь. Я никогда не грешил. Я десятую часть от прибыли даю тебе. У него было очень много того, что он сделал. Но поскольку у мытаря нет ничего того, что он сделал хорошо. Он может только получать милость Божию. При жизни Иисуса разве получили милость книжники фарисеи, которые делали хорошо? Нет. Все до единого они осуждали, и роптали, и возмущались Иисусом. Тогда кто же получил милость у Иисуса? Женщина взятая в прелюбодеянии. Потом слепой человек. Человек, который болел 38 лет. Те люди, которые получили милость Иисуса, это те, которые ничего не могли сделать сами. Фарисеи и книжники, они думали, что да, у них есть грех, но они лучше, чем другие. Но хананьянка, хотя она не может получить благословение Господа Бога, но она не могла жить без благословения Бога. И в Евангелии от Матфея 15 главе рассказывается о фарисеи и хананьянке. И потом молитва фарисея и молитва мытаря. Потом Никодим и хананьянка. Всегда Библия сравнивает двух людей и нам рассказывает. Фарисея не грешил, поэтому думает, что он жил хорошо. Поэтому у него нет причины и нет нужды получать милость Божию. И это есть те люди, которые свои добро перед Богом. Но какие люди, которые получили милость у Иисуса? Мытар, у которого только имеется только грех. Женщина взятая прерыводение, разве не есть добро? Нет. Захей, мытар, тоже самое было. Человек, который болел 38 лет, тоже самое с ним было. И слепой с рождения тоже был таким. Смотрите, эти люди не делали никакого доброго. Что значит милость? Это значит даром, бесплатно. А какие люди могут получить милость? Не те люди, которые усердно что-то делают. Не те люди, которые живут честной жизнью. Кто получит милость? Те, которые очень немощные и слабые. Смотрите, вот ученики спрашивают, почему твои ученики не моют руки, когда глядят? Но у этой ханяньянки ее дочь очень сильно беснуется. И она хочет, чтобы изгнали бесы из ее дочери. Но никто не мог изгнать бесы из ее дочери. Это ее очень любимая дочь. Но эта дочь отдала свою душу дьяволу и седает за этой душой. Злой долг держит ее душу и ведет эту дочь. И хотя она очень любит свою дочь, но ее дочь поступает как бес. Поэтому матери было очень печально. А из-за того, что я буду делать доброе дело, я не могу изгнать бесы из моей дочери? Исполняя заповеди, я не могу изгнать бесы, которые из моей дочери. Она поняла, что что бы я ни делал, я не смогу изгнать бесы из ее дочери. Тогда что решила сделать эта хананьянка? Если не милость Божия, она ничего не могла делать. Знаете, она придет к Иисусу и скажет, почему твои ученики не моют другу? Почему не моют другу? Или разве она скажет, что почему вы идете по полю и срываете хан и дети? Она не может такого сказать. Потому что она самая очень слабая и немощная. И тем более она язычница. И она знает, что она не может получить милость у Иисуса. Потому что юдей не общается с язычниками. Они даже не разговаривают, даже не едят вместе. И она должна получить милость у Иисуса. Но если даже Иисус не будет на нее обращать внимание, тогда как ей поступить? У нее ничего нет. Она ждет, чтобы только Иисус помиловал ее. Именно это и есть милость. А те люди, которые могут заплатить какую-то цену, они не могут получить милость. Люди не знают, что такое значит милость. И многие люди думают, что я должен сделать хорошо, тогда получу благословение. Я должен молиться, приносить десятину, быть верным, делать добрые дела. И они думают, что если я не буду усердно верить в Бога, тогда получат благословение. Но что нам говорит Библия? Господь, Бог хочет по благодати своей дать нам милость свою. То есть, если мы заплатим какую-то цену Богу, то это не может уже быть милостью. И такому человеку Господь Бог не проявит свою милость. Что значит милость? Это значит, никакая цена не была заплачена. Ничего взамен не было дано. Но они получили, это и есть милость. Господь Бог желает все нам дать по милости. Бог не хочет давать нам, смотря на наши добрые дела. И тогда что мы можем делать, чтобы получить милость Божию? Тот человек, который что-то заплатил, он не может уже получить милость. Он ничего не сможет получить. Милость мы можем получить только тогда, когда мы не можем что-то заплатить. У нас не должна быть силы, чтобы что-то заплатить. Тогда мы получим милость. А в Корее началась гражданская война. Во время войны наша страна была очень бедной. ВВП на год было 75 долларов. Если 75 долларов, тогда на 1 доллар надо 4-3 дня жить. 1 доллар, по-корейски, это 1000 вон. И когда я был еще маленьким, наша страна была очень бедной. И мы даже не могли представить, например, шерсть, овечки, или еще что-то. Но однажды мы завтракали. И на улице услышали какой-то странный звук. О, что это за звук? Мы смотрим, никого нет. И мы открыли дверь и посмотрели. Когда мы продолжали есть. И мы открыли дверь и посмотрели. Мы открыли дверь и посмотрели. Мой друг пришел. Он пришел, чтобы получить еду. Он взял с собой тазик и пришел за едой. Потом мы его послушали. И еще кто-то следующий голодание. И тогда сказали. Если так продолжится, тогда мы умрем. И мама сказала. Может ты пойдешь за едой? Мама, я никак не могу пойти за едой. Я не могу пойти за едой. Понимаете, никто не хотел пойти. И так один день еще раз голодали. Я не могу пойти за едой, я не могу пойти за едой. Я не могу пойти за едой, я не могу пойти за едой. Тогда моему другу где-то было восемь-девять лет. И он пришел, чтобы попросить еду. Да, мой друг знает, к кому он приходит. Но он не мог сказать, дайте мне еду. Потому что очень стыдно было. Он не мог сказать, дайте мне еду. Поэтому он издавал странные звуки. Но когда мы открывали дверь, ему было очень стыдно, поэтому он спрятался. То есть надо как-то получить еду. Но ему было очень стыдно. И поэтому мы начали снова есть. И когда второй раз мы открыли дверь. Он хотел спрятаться, но он не спел, поэтому его увидели. Он подошел. Мы не могли дать ему много еды. Да, отец дочерпнул рис, который у него было, и он дал ему. Да, и он попросил, поблагодарил и пошел в другой дом. Знаете, простить милостей, если ты не привык, это очень сложно. Но если бы у них была еда. Если бы они могли бы вытерпеть без еды, тогда они бы не просили еду. Но они понимали, что если мы не будем есть, тогда мы умрем. Мы в общем хотим есть. Мы, наверное, так умрем. Именно поэтому они приходят просить еду. Но Господь Бог по благодати, по милости хочет дать все благословение, которое есть у него. Если у человека будет много еды, денег, тогда кто будет просить еду? Но милость это те, которые не могут делать. Хананьянка имела все условия, чтобы получить милость Божию. Ее дочь была бесноватой. Да, она говорит, доченька, доченька, пожалуйста, послушай меня, послушай меня, доченька. Это ее любимая дочь. Но дочь отдала свою душу дьяволу. Поэтому она живет не по своим мыслям. А с бестом вместе живет? Поэтому когда мать смотрела, как дочь живет, как бест, да я нарушалась. Наверное, она обняла свою душу и очень много плакала. Пожалуйста, не поступай до доченька. Почему ты ведешь себя как сумасшедшая? Пожалуйста, не надо так делать. Но как бы мать, чтобы не говорила, она уже бесноватая. Бес контролировал душу этой дочери. У нее даже нет выбора, я буду делать так или буду делать вот так. Да, она сначала не знала, но мать потом поняла, что ее дочь бестоватая. Она поняла, что бест управляет ее дочерью. Но она не знала, как можно изгнать бес из человека. И смотря, что она делает ее душу, она страдала. Но поскольку она не знает, как изгнать беса, она ничего не могла делать. Знаете, если мы прочитаем Библию, бестноватой была не только дочь Хананьянки. Я посмотрел 13 главу Евангелия Диана 2 стих. Что написано в Евангелии Диана 13 главе 2 стих? И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Юдия Симону Искариоту предать его. Смотрите, у Юдии Искариота появилось желание продать Иисуса. Но это душа, которую вложил дьявол. Юдий Искариот, когда увидел такую душу, он не испугался. Почему я так думаю? Я не должен продавать своего учителя. Да, я слишком злой. Я не могу продавать своего учителя. Ему было очень стыдно, что он таким образом думает. Он думал, что это его мысли. Он не знал, что дьявол вложил в ему мысль. Но что удивительное, 13 глава 26 стих. 27 стих, извините. И после сего куска вошел в него Сатана. Смотрите, сначала Сатана вложил мысль в продать Иисуса. И в душе Юды появились такие мысли. Но он не поранал эти мысли. Почему я так думаю? Ну, он оставил эти мысли просто у себя. И потом Иисус передал кусок хлеба Юде. И после того, как Юда взял этот кусок, Сатане вошел в него Сатана. Сатане вошел в него Сатана. Сначала Сатана вложил просто мысль. Когда он вложил мысль, поскольку у нас есть понимание мысли. А, продать Иисуса? Нет, это нельзя. Понимаете, он мог так думать. Но в 27 стихе в него вошел Сатана. Да, здесь написано, что вошел в него Сатана. Когда дает Сатана мысль, тогда мы можем отказываться или принять. Но Юда, он не отрекся, не выбросил эту мысль. Но тогда, когда он оставил свою мысль, это Сатана вошло в него. Когда Сатана вошла в него, уже он не мог отказаться от Сатаны. Хотя Юда знает, что нельзя продавать Иисуса. Но он уже не может не продать Иисуса. Об этом мы должны знать. Дочь Хананьянки. Понимаете, это любимая дочь Хананьянки. Но когда эта дочь поднимает руки, отпускает ногу, все, что бы она ни делала, это говорит бес. И поэтому, когда мать смотрел на дочь, понимала, что это не ее дочь. Хотя это ее дочь, но это не ее дочь. Но все, что она делает, это уже не то, что делает дочь. И эта женщина поняла, а, это не моя дочь. Это сейчас бес у нее действует. Но у нее не было способа их знать беса из дочери. И поскольку не было пути знать беса, ей было очень жалко. И поэтому она пришла к Иисусу. Да, когда, конечно, Сатана вложил мысль, люди искали эту продать Иисуса. Когда у него начало появляться желание продать Иисуса. То же самое, Сатана без перерыва дает человеку мысли, чтобы они стали непослушными перед Богом. Да, Сатана постоянно вкладывает такие мысли. Поэтому из-за Сатаны люди начинают обманывать. Начинают ненавидеть. Начинают убивать. Воруют. Прелюбодействуют. Да, люди думают, что это они делают, но они не знают, что это делает Сатана в них. Но эта женщина точно поняла? А, то, что моя дочь сейчас делает, это не моя дочь делает. Это делает бес, который моей дочери. Если моя дочь не будет так делать. Тогда мне надо ей не просто говорить, не делай так, не делай так. Она поняла, что он бес должен оставить ее, Иисус должен войти ее душу. И тогда эта Хананьянка пришла к Иисусу. То же самое и мы. Порой, когда мы употребляем наркотики, играем в азартные игры. Употребляем алкоголь. Это мы игроманы, компьютерные игры. Пробовать, что мы неправильную жизнь начинаем утопать. Но на самом деле, если вы не посмотрим, это не мы делаем. Это Сатана у нас крепко держит и ведет, что мы так жили. Но что говорят дети, которые играют в компьютерные игры? Да, они говорят, я не буду, все, в общем, не буду играть. Да, я не должен стать игромана. Они так решают, принимают такое решение? Ну, у них не получается. Почему? Потому что Сатана их держит. Эта женщина точно поняла, что происходит с ее дочерью? Да, она поняла, что ее дочь бесноватая. И она поняла, что если не изгнать беса, тогда она будет продолжать ее дочь жить. И она пришла к Иисусу. И чтобы изгнали беса. И она смогла, чтобы дочь приобрел вечную жизнь. Мы не хотим грешить, но почему мы грешим? Почему я совершаю зло? Почему же я обманываю? Это не просто я делаю. А как бесноватая дочь следует за бесством? То же самое, Сатана вкладывает нам мысли. Мы начинаем ненавидеть, обманывать, совершать зло. И мы начинаем жить грязной жизнью. Именно поэтому мы не должны стараться не грешить. А мы должны сдаться, оставить наши мысли. И мы должны принять душу Иисуса, чтобы Иисус был в нашей душе. Как бы я ни старался делать доброе дело, у нас не будет получаться. Сам Иисус должен прийти. И должен давить свою милость нам. Господь, пожалуйста, мы просим, чтобы ты жаль, что над нами. Мы просим, чтобы ты жил в нашей душе и действовал. Такую душу мы должны приобрести. И когда в нашу душу попадает в душу Иисуса, душа Иисуса прогоняет тему из нашей души. Злые мысли полностью вон прогоняют. Грязные мысли выгоняют. И если душа Иисуса будет в нашей душе, то мы верим, что мы получим милость и благословение Господа Бога. Мы сами не можем радовать Бога. Вот эта женщина, хананянка, которая имела бесноватую дочь. Да, она пришла к Иисусу, и Иисус прогнал из ее дочери бесца. И тогда ее дочь могла стать совершенной. Тоже и мы, чтобы радовать Бога, мы не можем. Мы не можем, но Иисус должен войти в нашу душу. И если перед Богом Иисус, если будет вести нас, то мы сможем жить благословенной жизнью Бога. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok